Сейчас я уверен, что даже в Ахмедопаде это так, и в каждом городе то же самое. Фрукты продаются даже, когда на улице 40 градусов Цельсия. И что в них останется? Даже если где-то лежит фрукт, в нем уже ничего нет, потому что фрукт 90% состоит из воды. Существует достаточно медицинских свидетельств, доказывающих, что соотношение воды в пище, которую вы потребляете, должно быть выше, чем в вашем организме. Нужно есть воду, а не пить ее. Мода, которую навязали американские производители бутилированной воды, распространилась повсюду. Вам говорят, что в день вы должны выпивать 3-4 литра воды. Но это лишь способствует разжижению крови, что в свою очередь может привести к различным болезням. Если кровь будет слишком жидкой, полезные микроэлементы не смогут добраться до вашего мозга и других клеток. И вам потребуется туалет через каждый километр. В Америке огромное количество туалетов на душу населения, потому что, если вы пьете так много воды, вам будет необходимо постоянно посещать уборную. Воду нужно есть. Ваша пища должна содержать воду. Вы едите сухую пищу, а затем запиваете ее. Это не то же самое. Фрукт на 80-90% состоит из воды. Вот почему это лучшее, что можно употреблять в пищу. Мы должны вернуть фрукты в наш рацион питания. Еще несколько веков или тысячелетий назад люди ели очень много фруктов, потому что у нас огромное разнообразие фруктовых деревьев. Но большинство местных традиционных фруктов исчезло с прилавков. Большинство фруктов, которые вы видите на рынке сейчас, привозят из Новой Зеландии, Австралии, Таоланда или откуда-то еще. Местные традиционные фрукты практически исчезли. Я не знаю многих местных названий, но в Индии много разновидностей тропических фруктов, которые постепенно исчезают. Их уже не встретишь на рынке. Да и самих деревьев я тоже больше нигде не вижу. Хотя раньше они росли повсюду. И я говорю не о том, что было 500 лет назад. Всего 50 лет назад все эти деревья были широко распространены. Субтитры создавал DimaTorzok